значит я все-таки подумал и решил как мы договорились в прошлый раз что мы еще покрутим катаболизм немножко и мы прожирным кислотам пробежимся значит соответственно мы с вами начинаем новый раздел кое называется катаболизм жирных кислот значит сейчас у нас будет некое лирическое размышление но оно очень важное для понимания того что происходит дальше какой части клетки у нас может образоваться жирная кислота и откуда что-то вы должны на эту тему уже знать а откуда жиры приехали и с кем откуда откуда из жировой ткани правильно в каком виде они приехали и правильно будет что цитозу не помните к откуда они как приезжают значит пас это был завершающий слайд презентации по липидам там была жировая клетка перелепины и альбумина с кровотоком разносит то есть альбумина это белки у которых протяженные гидрофобные участки они загружаются некоторым количеством штук 8 берут остатков жирных кислот на себя начинают с кровотоком их разносить и сдавать клетки куда нужно и они определенным образом проникают через мембрану то есть там может быть и эндоцитоз и может быть какой-то переносчик каких-то случаев потому что сама так просто она не очень хорошо лезет хотя хвост длинный значит первое из жировой ткани в виде жирной кислоты окажется в цитозоле еще как откуда из пищи а как не помните нет а как процесс хоть сливочные хоть растительные неважно это было еще на два-три слайда раньше да помните такие хиломикроны у нас были липопротеины разной плотности вот хиломикроны здоровые они делают триоцилглицериды из пищи которые в кишечнике всасывается и через лифу дальше в кровоток и разносится липопротеины мы делаем сами это не пища это печень их производит они чуть поменьше но принцип тот же самый триоцилглицериды побежали внутри эфиры холестерина и триоцилглицериды наружу диоцилглицериды и просто сам холестерин и побежали ну и какие-то белки еще обязательно есть то что это же липопротеины хиломикрон по-хорошему тоже липопротеин значит они бегают по организму и они встречаются с ферментом который называется липопротеин липаза он распространен по всему организму и там где нужны жирные кислоты там отщепляется жирная кислота триоцилглицериды или от того что осталось там диоцилглицериды и затаскивается в клетку и снова оказывается в цитозоле ну а хиломикроны или липопротеины худеют ну то есть хиломикроны худеют а липопротеины становятся липопротеинами низкой плотности после чего их забирает печень снова дальше либо реутилизирует либо скидывает в основном виде желчных кислот третий вариант откуда могут появиться жирные кислоты и где если этого вы еще не знаете это многие клетки способны вести биосинтез они готовы делать собственные жирные кислоты они могут храниться действительно видят триоцилглицеридов но в принципе клетка может сама делать при помощи синтаза жирных кислот который у нас скоро будет с вами но в этом случае синтаза работает тоже в цитозоле то есть мы приходим к пониманию что жирная кислота у нас может быть если вот мы клетку берем только в цитозоле я попробую на перерыве найти тот файл и чего-нибудь дописать если не получится вам скажу значит первое это из жировой ткани из-за дипо адипоцитов альбумины второе это липопротеины разнообразные из пищи или собственно синтезированные и третье это вот синтез самой клетки цитозоле действием синтаза жирных кислот значит в любом случае у нас жирная кислота оказывается в цитозоле а где мы ее будем обрабатывать какие будут мысли и на что значит давно было замечено что преимущественно жирные кислоты имеют четное количество атомов углерода и мы даже с вами как-то обсуждали о чем это на какую мысль от нас наталкивает на какую мысль по утилизации наталкивает в ацетил да то есть мы режутся на двухуглеродные фрагменты действительно нацитилка фермента а где это должно происходить чтобы потом все можно было утилизовать куда у нас попадает ацетилка фермента в цикл трикарбоновых кислот который локализован в основном матриксе есть сукцина генергеназа и аконитаза которые сидят на мембране но все равно смотрят внутрь то есть смотрите у нас жирные кислоты в цитозоле я хочу чтобы это вот как-то отметили записали а превращать их надо в матриксе и просто так жирные кислоты не ходят через мембрану митохондриальную для этого приходит а еще раз нет глиоксисомы это хорошая тема глиоксисом они есть только у прорастающих зерен в основном то есть это растение в определенный период жизни а здесь у нас гораздо более универсальный механизм то есть нам нужно три стадии чтобы перенести жирную кислоту из цитозоля в матрикс значит ну давайте я сначала нарисую прям в общих чертах как это выглядит значит а значит вот это внешняя мембрана естественно мембрана митохондрии внешне вот это вот внутренние мембраны и здесь вот такой вот транспортер моего как-то так нарисуем значит и напишем что это транспортер внутренние а здесь сидит еще фермент и вот здесь сидит фермент значит но начинается все немножко с другого у нас встречается жирная кислота и кофермент а и у нас образуется отсыл кофермент а на это тратится от f до а мф и фосфата значит нам еще не встречает а мф и пира фосфата фермент который катализирует эту реакцию именуется ну называют опир можно дифосфатом вообще не проблем а отсыл к а дальше что хорошо я вот так сделаю сир кто синтетаза потому что за счет а тф очень хороший вопрос значит надо больше энергии и здесь приходит фермент который называется не неорганическая пиро фосфатаза который гидролизует пиро фосфат до двух фосфатов он прям так и называется неорганическая пиро фосфатаза то есть чтобы сделать отсылка фермент а нам надо потратить две макроэргических связи можно было бы взять 2 а дф и такое встречать 2 а тф до а дф такое встречается а можно взять 1 а тф но до пиро фосфата и а мф и фермент неорганическая пиро фосфатаза очень распространен зачем это все делается значит я надеюсь что вы помните что отсылка фермента это такой же распространяется такое же высокоэнергетическое соединение как стоять вот так чтобы было красиво такое же высокоэнергетическое соединение практически как а тф а нам надо чтобы реакция шла необратимо поэтому надо тратить две макроэргических связь хорошо я рад что понятен значит а также здесь существует такое вещество как карнитин я его потом нарисую пока словами напишу с вашего позволения кар не тин не путать пожалуйста с креатином карнитин значит и здесь происходит перенос оцильной части на карнитин и делает получается оцил плохо давайте словами не буду писать давайте так напишу карнитин что у нас при этом высвобождается у нас высвобождается кофермент а согласны если мы оцил с кофермента на карнитин переносим у нас кофермента высвобождается фермент который катализирует эту реакцию называется оцил карнитин трансфераза оцил карнитин трансфераза трансфераза первое первое оцил карнитин трансфераза первое это я вот единичку нарисовал как императоры короли он сидит во внешней митохондриальной мембране она относительно дырявая встроен да 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 и он смотрит и наружу и внутрь он смотрит в обе стороны и сюда смотрит и сюда смотрит он катализирует вот все что он делает он катализирует забор ацила кофермента на карнитин и дальше ну да да естественно ацил карнитин оказывается вот здесь и ацил карнитин я уменьшаю снова ацил карнитин благополучно отправляется сюда здесь есть переносчик и здесь стоит фермент я позволю себе не повторять с вашего позволения он точно так же называется только второй не и не туда нарисовал извините вот сюда вот он смотрит внутрь ацил карнитин трансфераза вторая чего она делает она перекидывает ну то есть транспортер перекидывает все это дело внутрь оно попадает сюда и здесь встречается с коферментом а а у нас получается ацил кофермент а а карнитин уезжает обратно да да плохо наверно нарисовал последнюю часть сейчас попробуем давайте какой-нибудь другой цвет возьму а то я уже сам начинаю грустить от того что здесь нарисовано карнитин едет обратно он там по жизни существует вот в матриксе давайте я напишу что это матрикс просто там в матриксе есть некое количество кофермента а он а вот здесь цитозоль давайте я так отвечу на ваш вопрос он подходит оттуда же откуда к первоадногидрогеназному комплексу помните он там подходит забирает ацетил но вот здесь он приходит только забирает не ацетил а ацилл пропускают переносчик специально он же приходила как ацил карнитина как карнитин возвращается переносчик специальный через внутренний вебран а через внешний дырявый внешний пари на там пожалуйста то есть вообще возвращается легко давайте здесь напишу тогда парень ну да здесь ему есть где вернуться внешние мембраны вы помните маленький сейчас я его нарисую сейчас я главное хочу итог подвести того что произошло значит вот мы потратили две молекулы две макроэнергических связи и мы вот этот отсыл перенесли вот сюда для этого мы провели три реакции мы сначала под действием отсылку а синтетаза сделали метахондриальный отсылка фермента активировали фактически его активировали вот смотрите просто так не лезет активировали перенесли на специальный помощник карнитин под действием 1 отсыл карнитин отсыл карнитин трансферазы перекинули здесь отсыл карнитин трансфераза вторая перекинула его на кофермента но уже митохондриальный из матрикса и в конечном счете мы просто жирную кислоту перенесли внутрь и сразу ее в активированном виде получили это понятно а почему нельзя было сделать такой переноси который который что взял а здесь два момента нам просто жирная кислота в матриксе не нужна нам нужна она в виде эфира с коферментом а то есть мы фактически вот здесь потратили атф но если мы здесь не потратили а просто жирную кислоту занесли то потратили бы атф здесь и это в общем скоро будет понятно нам нужно чтобы это было на коферменте а активированном виде а значит ну чё карнитин наверное нарисовать и первую реакцию расписать ну давайте начнем с первой реакции значит у нас встречаются с вами ац 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 встречается кофермент а нет не встречается еще кофермент а а не не специфичный длинный 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 с двойной связью без двойной связи значит смотрите почему не специфично потому что ну да разные кислоты поэтому активный центр сделан так что нет не очень критично ну длинный 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 не не уксусную уксусную там будет кушать значит смотрите а что происходит в первую очередь приходит атф уходит пирофосфат что остается остается вот такая тема ну один фосфат то остался только вот здесь это связь от фосфора одна одна нет плохо еще хуже стало вот так вот нормально какому классу соединение принадлежит смешанный ангидрид адениловой кислоты или амф напоминаю что амф это адениловая кислота либо анион аденилат и соответственно какой-то жирной кислоты ну а что происходит дальше это вот такая вот у нас активированная тема а дальше сюда приходит кофермент а атакует карбонил и забирает его у нас уходит амф и остается отсылка фермент а вот таков механизм и вот эти вот амф на реакции они всегда идут через смешанный ангидрид у нас еще разочек как минимум такая реакция будет в цикле мочевины хорошо ну и карнитин надо нарисовать порядку чтобы уже закрыть тему значит он вот такой CH3 вот здесь такой симметричный весь из себя CH2 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 целого минус вот карнитин то здесь можно сказать фрагмент тетраметила аммония какая-то вот такой мостик и здесь уксусная кислота но гидроксипропионовый даже так лучше то есть квантернизованный азот и гидроксипропионовая кислота значит и вот R C O ацил он идет вот сюда вот сложный эфир образует через ваш группу то есть карнитин у него серы нету и он хватает ацил через ваш группу через просто просто сложный эфир не ТИО а сложный обычный понятно понятно как переносятся жирные кислоты значит обращаю ваше внимание вот послушайте может кто-то запомнит кому-то это поможет я всегда стараюсь предупреждать у меня есть любимый вопрос дополнительный на пятерку у кого амбиции на пятерку распространяются будьте готовы я могу спросить взаимно регуляцию катаболизма и анаболизма жирных кислот и вот там ну то есть у нас кислоты жирные как они просто взаимодействуют нет смотрите у нас не может быть ситуации когда мы одновременно и синтезируем жирную кислоту запаса создаем и тратим ее мы же об этом говорили значит это взаимно регулируется либо одно работает либо другое и вот в этом процессе такой вот супер ключевую роль важную роль не единственно важную но один из важных моментов вот этот вот фермент играет оцил карнитин трансфераза первая можете отметить себе может это кому-нибудь поможет при подготовке я буду рад я вам сейчас не смогу это рассказать для этого надо биосинтез жирных кислот разобрать как только мы научимся синтезировать жирные кислоты я тут же это все вспомню я просто сейчас мостик перекидываю ну я не знаю насколько мы хорошо и плотно пойдем ну наверное даже может мы в четверг это все посмотрим вот в черне хотя бы биосинтез потому что на стадии жирных кислот я хочу сделать поворот на анаболизм вот я хочу сделать анаболизм жирных кислот ну и как в принципе традиционно делал Ленинджер хотя сейчас в новом учебнике это немножко не так а я перейду к аминокислотам по азоту поговорим а потом закончим все тем что научим и разберем как углеводы синтезируются то есть глюконеогенез и фотосинтез это вот наша задачка такая вот в принципе я бы сказал что это наша задача до конца года ну витамины проговорить но витамины это повторение материала потому что витамины это предшественники коферментов кофакторов это просто ну водорастворимые как минимум так ну что готовы ли вы теперь заняться утилизацией вот этого дела а да то есть зачем мы собственно говоря носили все через мембрану зачем мы в матрикс ацилл занесли у нас какой вообще смысл мы что сделали мы дров привезли это глиоксилатный цикл нет вот кстати я очень рад что вам понравился глиоксилатный цикл это здорово еще раз обращаю ваше внимание этот цикл работает у растений в определенный период времени когда семена прорастают вот то что а жирными кислотами мы вот мы конечно нет я понимаю что мы цветы жизни все хорошо да да но не до такой степени чтобы глиоксилатный цикл у нас был а тем не менее из 3 ацилл глицелидов мы энергию получаем то есть это работает и у нас значит я напоминаю что цикл 3 карбоновых кислот это топка с точки зрения энергии да то есть мы туда дрова загружаем АТФ получаем мы это все занесли в матрикс я имею ввиду ацильную часть потому что там есть цикл 3 карбоновых кислот значит вот для чего мы это сделали и теперь мы с вами посмотрим как жирные кислоты вот эти дрова не очень форматные это да то есть смотрите просто непиленные дрова привезли стволы надо пилить начинать ну раз надо давайте пилить сейчас я побольше сделаю и будем пилить пилить так пилить значит главный способ распилки жирных кислот называется бета окисление оно несложное в целом значит принято считать что это второй этап утилизации или окисления жирных кислот первый это занести их матрикс второй это провести бета окисление сейчас мы буду вас потом спрашивать какой же третий ну это уже вы мне должны будете ответить значит нарисуем некий отсыл я его нарисую чуть побольше вот так вот нарисую помним да что в виде отсылка фермента приехал привезли мы его что происходит дальше мы более-менее обратимо создаем двойную связь значит давайте здесь писать что это у нас отсыл кофермента значит мы создаем связь причем что очень важно мы ее всегда создаем в трансформе значит это почему странно потому что в какой изомерной форме у нас присутствуют непредельные жирные кислоты в цис в цис помните да скобочка разрыхлить а вот здесь транс значит обозначим мы это так дельта 2 я надеюсь вы не забыли классификацию дельты это значит дельта вторая между вторым и третьим атомом углерода со стороны карбоксильной группы дельта 2 транс е но ил коа а кофермент а а а вот а вы это вы мне должны сказать вот вот на дашь или а дельта это положение двойной связи это дельта заглавное нет заглавное или строчное а это положение двойной связи в жирной кислоте между 2 дельта 2 означает что двойная связь между вторым и третьим атомами углерода со стороны карбоксильной группы противовес тому что есть омега классификация со стороны метильной группы так что там должно быть то хорошо я вот так даже могу фат конечно почему фат потому что мы отбираем два водорода и делаем двойную связь непредельное соединение то есть помните над в основном по полярным где у нас кислород содержащие группы а фат как сукцинатель где у нас неполярщина хорошо фермент а цилкуадогидрогеназа могу ну что синим писать чтоб не перепутывалось хорошо тогда не торопимся это правда а цилкуадогидрогеназа дальше приходит фермент который называется гидротаза ну и никак не трудно догадаться он просто присоединяет воду и реакция вполне себе обратима и получается L производная я это вот так изображу тем что напишу вверх значит это будет бета или 3 L гидрокси ацилкуадогидрогеназа ацилкуадогидрогеназа то есть мы восстановили не восстановили а регенерировали одинарную связь ну можно сказать и восстановили правда мы гидротировали то есть у нас снова одинарная связь ССС соответственно мы снова ушли на уровень ацила сиинаила подниму чуть-чуть Дальше снова идет окисление и снова догидрогеназное. И вот теперь уже, конечно же, над, над плюс, до над h, h плюс. И получается 3 кето или бета-кето, кето-ацил-коа. Значит, фермент будет у нас синеньким надо сделать, гидрокси, что-то я не тот цвет взял, ну ладно. Гидрокси-ацил-коа-догидрогеназа. Ну и последняя, четвертая стадия. Значит, это такой циклический процесс, но не в том смысле, что у нас восстанавливаются соединения, а в том, что 4 фермента действуют последовательно и повторяется это все. Значит, что происходит на следующей стадии? Приходит еще одна молекула кофермента А и говорит этой активированной кето-кислоте, я тебя съем. И действительно съедает. В обратную сторону уходит кофермент, а реакция обратима. Атака идет. Ну давайте вот эту возьмем. Атака идет вот сюда. Что в итоге получается? У нас получается два продукта и ацетил. То есть мы подстригли тем самым на два атома углерода жирную кислоту. Поэтому они и деградируются, и синтезируются из двух углеродных фрагментов. Они четные и получаются в результате модификации. А, двойная связь тоже получается по модификациям. Когда будем синтезировать, выясним, что главный продукт это полиметиновая кислота С-16. Такой центровой. Ну смотрите, то есть если мы сейчас это все уменьшим. А, фермент не нарисовал, это же важно. Возьмем красивый наш любимый цвет морской волны и напишем, что это у нас теолаза. То есть его можно называть по-другому, да, но все равно этот фермент все знают как теолазу. Это не юпаковское название, но это важное такое вот тривиальное название. Потому что осуществляется теолиз вторым эквивалентом кофермента А. Он теолиз осуществляет. А, это мы, да, правильно не поняли. То есть вы этот вопрос задавали. Да, да, конечно. А, здесь нужны будут дополнительные ферменты. И этот вопрос мы с вами обязательно сейчас разберем. Но там один фермент будет хуже. Нет, там чуть-чуть хуже получается. А вот жалко. Потому что цис может прийти в двух положений. Дельта-2 и дельта-3. И там немножко путано и муторно все. Но мы попробуем разобраться. Так. Ну, смотрите. У нас получилась бета-кетооцильная производная. И именно... До свидания. Именно поэтому процесс весь называется бета-окисление. И это самый главный путь. Все, что можно разобрать по бета-пути, будет разобрано по бета-пути. Все, что можно напилить. Значит, бывают ситуации... Мы завтра с вами посмотрим, что это за ситуация, когда невозможно бета-путем идти. И что тогда делает организм. Ну, то есть, понятно, что организм пытается все равно вернуться на бета-путь, что-то подправив в том топливе, которое появилось. Значит, пока хочу обратить ваше внимание. Как вы думаете, что за третья стадия окисления жирных кислот? То есть, первая — это перенос из цитозоля в матрикс. Вторая стадия — это бета-окисление. Кстати, чтобы полиметиновую кислоту утилизовать, сколько надо провести циклов бета-окислительных? Семь. Да, то есть, если у нас С16, то нарезать на 8 двухуглеродных фагментов можно семью надрезанных. Хорошо. Значит, это второй этап. А третий этап — цикл трикарбоновых кислот. Что идет в цикл трикарбоновых кислот? Туда идет ацетилка фермента. Обращаю ваше внимание, что еще образовались ФАДАЖ-2 и НАДАЖ. Они куда? Не в ЦТК, а в ВТЦ. Да, то есть, вот обработка стандартными приемами цикл трикарбоновых кислот и электронно-транспортной цепи — это как раз третий этап окисления жирной кислоты. Да, это Ц и ЦТК. То есть, НАДАЖ и ФАДАЖ-2 идут в электронно-транспортную цепь. Не теряется ничего. На досуге, кстати, вот хорошую тему, тоже надо меня чаще спрашивать на экзамене, сравнить результаты, сколько получается АТФ из глюкозы и из палиметиновой кислоты в расчете на один атом приведенный. Что ж такого сложного? Как вы думаете, из общих соображений, где энергии больше? Что было? Палиметиновая кислота или глюкоза? Где больше энергии исходных? Нет. Почему? Потому что она уже частично окислена по сравнению. Чем менее окислены у нас молекулы, тем более энергии емко. Давайте двигаться дальше. Значит, бывают еще две ситуации в этой жизни. Значит, мы начали с самой простой ситуации, я не сказал, но вы это все поняли. Значит, мы растворили с вами базовый случай полностью предельной жирной кислоты с четным числом атомов углерода. А может быть, ситуация другая, что у нас будет нечетное число атомов углерода, либо у нас приедет двойная связь. Причем, что плохо с двойной связью, то что она в цисо-замерной форме будет, а нам нужна транс. То есть какие-то ситуации не очень простые. Но давайте мы их последовательно разберем, и, наверное, вот на этом мы с вами и сегодня и ограничимся. То есть я думаю, что нам как раз получаса хватит. ЖК с нечетным числом атомов углерода. Можно вопрос, зачем, например, делать такие попы, посложнять себе жизнь? Ну, есть разная специфика. Разные структуры образуются для разных процессов. То есть организм даже и не такое делает. Может, и другой организм не едет? Да. Типа их сложнее синтезировать, и сложнее... Ну, их сложнее синтезировать, их много не надо, но в каких-то специфических процессах, может быть, надо. Зачем делать двойные связи, мы понимаем, да, чтобы агрегатное состояние таким образом варить. У разных организмов разное количество, доля жирных кислот с нечетным числом атомов углерода. Ну, вот смотрите. Вот у нас, допустим, сейчас мы вот что сделаем, немножко о математике. CH3, CH2, 2N плюс 1... Ой, стоять. СО, СКОА. Как вы думаете, что пройдет сначала? Сначала... Пойдет бета-окисление. А потом дойдет в какой-нибудь там. Что будет в итоге? Значит, при бета-окислении каждый раз будет уходить ацетилка фермента А. До трех или до пяти? Ну, до трех, конечно, тогда. Ну, я про специфика как раз говорил. Прошу, точнее... Как называется это соединение? Пропианилка. Пропианилка фермента А. Значит, но выбрасывать триатомы углерода... То есть напрямую в подцикл трикарбоновых кислот не отправить. Но и в помойку выбрасывать грустно триатомы углерода. И здесь происходит очень странная реакция. Очень странная. Ну, вот исходя из вашего уже опыта биохимического, что бы вы предложили сделать, чтобы это отправить в цикл трикарбоновых кислот? Самый простой вариант. Нет, это тяжело. Там энергия активации. Атаковать углерод? И что? И он уже и так атакован. Кем атаковать? Перуват. Перуват. Ну, в принципе, есть такая идея. Но тут кофермента же у нас. Перуват, да, можно было там дегидратировать и воду присоединить. И там как-то и ничего, да? Да, то есть можно было бы. Но перуватил кофермента не нужен. А? Еще раз. Оторвать один углерод. Ну, оторвать один углерод, метильную группу, сложно это сделать просто так. Там энергия активации высокая. То есть ее тоже придется-то, наверное, отрывать двойную связь. Там, да, то есть все те же старые песни о главном. Наоборот, карбоксилировать. Вы же знаете, как из Перувата делать оксалоацетат. А что здесь будет, если мы это дело карбоксилируем? Ну, у нас путь в цикл трикарбоновых кислот. Ну, получается, что оксалоацетат. Альфа-кетовый кислот. Как оксалоацетат? Оксалоацетат, альфа-кетовый кислота. Нет. Нет, надо очень хорошо. Альфа-кетовый кислот, всякие дикарбоновые, это все надо выучить. Чтобы оно вот прям сразу виделось. Ну, присоедините карбоксильную группу-то. Альфа-кетовый кислот? Нет, альфа-кетовый кислот пока не получается. Хватит или хватит? Ну, а куда хотите? Ну, куда вы? Если в это, то мало, а его и сукцинат будет. Ну-ка, естественно. То есть сюда присоединить будет просто не сукцинат, а сукцинилка, фермент А. А правильно ли я считаю, что это промежуточный продукт циклокрикарбоновых кислот? Совсем. Сукцинилка, фермент А не входит? Не входит, да. Входит. И вроде бы казалось все верно. Но так оно не работает. По непонятным совершенно причинам происходят хитрые реакции. То есть реально идет карбоксилирование. Значит, здесь биотин и соответствующая карбоксилаза. Пропионил-Коа-карбоксилаза. Интересно, будет работать? Да, пропионил-Коа-карбоксилаза. Ну, естественно, нам хорошо бы при этом, как полагается, потратить АТФ до АДФ и фосфата. Ну, то есть некий аналог первоаткарбоксилазной реакции. Но получается Д-метеумаланил. Я чуть-чуть по-другому перепишу. Д-метил-маланил. То есть мы карбоксильную группу не в бета-положении, как бы казалось разумным, а в альфа-положении. Причем в чем еще прикол? Что у нас дальше все это дело превращается в Эль-метил-маланил. Изомираза. Сейчас напишу. Значит, вот это Д-метил-маланил-Коа. Это Эль-метил-маланил-Коа. Малоновую кислоту видите здесь? Смотрите, пожалуйста, кто не сразу видит. Вот малоновую это раз, два, три. То есть малоновая дикарбоновая с одной метиленовой группой посередине. А дальше происходит очень забавная реакция. Значит, я позволю себе перерисовать это чуть-чуть по-другому. Вы можете тоже где-то рядышком нарисовать. Я сделаю это вот так. Похоже на метильную группу? СН2А. СН2А. А дальше происходит замена. У нас обмениваются местами водород водород кофермент А. Что получается в результате? Рисуем. У нас в результате получается значит, смотрите, мы поменяли местами эти группы. У нас водород пришел сюда, стало CH2. Здесь тоже осталось CH2, а вот здесь появилась вот такая тема. Кто получился? СН2А. Ну как, мы поменяли вот эту водород и вот эту вот группу. Все, 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 да, 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 вот так. Вот так, конечно. Ну, тогда, конечно. Кто получился? Сукцинилка, фермент А. Вы видели сукцинилку фермента? Как вы думаете, как называется вот этот фермент? Мутаза. Супер. Потому что мы переносим большую группу с одного положения субстратов, другое. Значит, смотрите, что мы делаем, какую мы делаем мутазную реакцию. У нас есть вот так, а мы обратимо делаем вот так. Вот это вот мутазная реакция. А мы А делаем замер. Может, это химетрический кольц? Вот лучше бы сделать, да, так центр мутаза устроен, что нужно L. И почему сразу не сделать L? Почему надо D-метилмаланил делать? Непонятно. Может, конечно, регуляция отметить, ответить, но это будет плохой ответ. Значит, что важно? Важно вот здесь нужен кофермент B12. Значит, витамин B12 называется циан-кобыламин. Кобальт, порфириновое кольцо, снизу хитрое азотистое основание, а сверху, сверху, вот здесь, смотрите, ребят. Кобальт, сейчас объясним, почему, потому что свойства у него такие. Значит, вот здесь должен быть ЦН, будет циан-кобыламин, а вот здесь нарисован сейчас не витамин, а кафактор. У него ЦН уходит и появляется аденозин, вот смотрите, аденин, рибоза, аденин плюс рибоза, это нуклеозид, аденозин, и вот это пять штрих положения, здесь CH2 группа, да, плохо, что я показываю, можно я ручку возьму на секунду. Значит, вот CH2 группа и она образует связь сверху с кобальтом. Почему с кобальтом? Потому что здесь реализуется очень редкий тип реакции для с кобальтом, потому что реализуется очень резко редкий тип реакции гомолитического расщепления связи. то есть, что у нас с кобальтом получается, если у нас давайте вот такой фрагмент сделаем, значит, вот кобальт, как-то он здесь в порфириновых кольцах, а сверху CH2 группа аденозина, да, значит, у нас сверху остается CH2 радикал, а снизу что у нас с кобальтом произойдет? Мне плохо я рисую, потому что здесь надо нам две делать пунктирных связи. А и снизу тоже еще координация. Ну, когда разрывается гомолитический, да, у него степень окисления меняется у кобальта, правильно? Значит, теперь вопрос, почему кобальт? Потому что оптимально рвется связь. если будет другой металл, то там будет другая прочность связи. Что происходит дальше? А дальше сюда приходит наша любимая вот эта тема. И у нас это все дело превращается в CH3, а здесь кобальт. А что здесь получается? А здесь у нас получается радикал. То есть радикал у нас перескакивает с аденозина, с CH2 группы аденозина. Я там CH2 нарисовал, да, все правильно. С CH2 группы аденозина переходит на органический субстрат. Получается B12 это нет? B12 как было «Человек и пароход», да, товарищ Иофа, по-моему, у Маяковского стихотворения есть, поинтересуется про «Человека и парохода». Так что и здесь у нас B12 и витамин и кофермент. Но когда он витамин, у него CN сверху, цианкобаламин витамин. А когда он кофермент, у него сверху аденозина, CH2 группа. Это понятно? Значит, что дальше происходит? Значит, у нас здесь CH3 торчит благополучно, здесь у нас кобальт развлекается, а здесь у нас во втором субстрате происходит миграция радикала. На следующем шаге. То есть, смотрите, гомолитически разорвали связь кобальта и CH2 группы. Получился радикал на CH2 группе. Радикал перескакал на органический субстрат. То есть, мы забираем здесь водород, здесь становится CH3 ни с чем не связанное, терминальное. А радикал здесь, радикал перебежал, поменялся с Х местами. И можно все замыкать обратно. Давайте я чуть помельче сделаю. То есть, мы можем снова переходить к ситуации, когда у нас есть CH2 радикал. Здесь у нас кобальт продолжает свои игры. А здесь у нас продукт мутазной реакции. Было HX стало XH. Что происходит дальше? А дальше у нас просто восстанавливается исходное соединение. То есть, если бы у нас был ЦН, нам было тяжело рвать гомолитические связи. Когда мы аденозин поменяли, сразу появилась такая возможность. Витамин В12 задействован всего в двух типах реакции. Значит, вот это одна, вторая у нас будет, когда дойдем до аминокислот. Там мы про него вспомним, когда у нас метионин, гомоцистеин, будут там интересные будут расклады, S-аденозин метионин, свои дела. Вот. Это та первая реакция, а вторая вот эта. Но у нас таких жирных кислот с нечетным числом атомоглерода мало. Поэтому витамина В12, из которого получается кофермент В12, нам надо очень мало. Его порядка на 2-3 надо меньше, чем других витаминов. Кого-то на 2, кого-то на 3. Ну, то есть, если сравнивать с витамином С, то в рационе на 3 порядка менее. порядка. Более того, В12 долго хранится в организме и плохо выводится. То есть, если перестать принимать В12, то на год на 2 запасов хватит. По-моему, суточное потребление 0,003 миллиграмма. То есть, совсем мало. Среднее. То есть, у нас какой-то запас есть. Значит, это вот касается, собственно говоря, соединений с нечетным количеством атомов глироза. Напоминаю еще раз. Мы делаем, карбоксилируем, но почему-то странно, в Д-метил, потом в Эль-метил, маланил, только потом запускаем мутазную реакцию, получаем сукцинилку фермента, который, кстати, движется в цикл трикарбоновых кислот. Так, является одним из промежуточных продуктов. Значит, я, пожалуй, не буду сейчас разрисовывать двойные связи, что бывает с иноильными, потому что, мне кажется, мы прошли достаточно материала, мне бы хотелось, чтобы он в четверг отстоялся, и мы на свежую голову тогда быстрее, мы с одной стороны вспомним бета-окисление, а с другой стороны посмотрим, что делать с двойными связями. с двойными связями. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова